Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. С новыми силами. В Министерстве промышленности и энергетики Чувашии подвели итоги первого года работы. Старейшина Чувашских лесов. Знаменитый дуб из Маргаушского района на втором месте в конкурсе «Российское дерево года». Технологии безопасности. Инженерно-техническое подразделение ОМОНа Росгвардии отмечает 27 лет со дня основания. Министерство промышленности и энергетики Чувашии подвело итоги работы. Возрожденное после долгого перерыва ведомства вплотную занялось стратегией развития отрасли. Промышленный комплекс Чувашии – это более 2000 предприятий. На них трудится почти 75 тысяч человек. Стабильное производство дает жителям гарантию своевременной зарплаты, выполнение социальных обязательств. Во многом промышленный рост обеспечивается созданием современной инфраструктуры. В дополнение к трем действующим индустриальным паркам в Чебоксарах и Канаше в 2022-2024 годах в республике появится еще 8 площадок. Это три промышленных парка в городах Новочебоксарск, Цивильск и селе Батрево. И пять частных промышленных технопарков. По мнению специалистов, это привлечет инвестиционный капитал. Следующее важное звено – кадровое обеспечение. Не хватает инженеров и рабочих в легкой промышленности, машиностроении и электротехническом кластере. Численность работающих в промышленности к 2024 году должна возрасти на 8%. Минпромэнерго и Чувашии предлагают в качестве мер по стабилизации положения предприятий в республике со стороны ГОСОВН в части обеспечения кадровыми в промышленности следующее. Первое. При создании регионального стандарта кадрового обеспечения, которым опять же сейчас ведется работа со стороны ТПП, под руководством ТПП, вовлечены все формирование требований к специальностям заложить в стандартах требований к цифровым компетенциям. Использовать положительный опыт электротехнического кластера и Министерства сельского хозяйства республики. Предприятия кластера плотно взаимодействуют с ведущими вузами, принимают непосредственно участие в формировании современной научно-технической базы учебных заведений. Так, в ЧГУ имени Ульянова многие предприятия открыли научно-образовательные комплексы и лаборатории. Совместно с профильными факультетами ежегодно проводится анализ кадровой потребности предприятий. Этот опыт надо распространить на СУЗы. Такое партнерство дает ощутимые результаты. По самим инновациям тоже Чувашская республика традиционно находится на достаточно высоких позициях. Самое главное – развитие реализовывают на фундаментальной основе. То есть инновации, инвестиции или инновационные инвестиции – это несомненно фундаментальный подход к развитию. И самое главное – нацеленность на долгосрочную перспективу. Ульяна Пятакова, Дмитрий Солманов, Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с представителями политических партий, депутатами Государственного совета. Это уже третья встреча руководства республики членов фракции с начала года. Обстужали предстоящие осенние выборы. Открывая встречу, глава Чувашии отметил, предстоящие выборы ожидаемо обострят конкурентную борьбу между политическими силами. Но эта борьба должна быть честной. Лидер единороссов Чувашии Алена Аршинова поблагодарила руководство республики за эффективное взаимодействие и пригласила Олега Николаева на площадку партии, обсудить проблемы, которые необходимо решать. Подчеркну благодарность за такое акцентирование внимания на партнерстве, на вашу опору на все здоровые, адекватные общественно-политические силы. Для наших избирателей, которые у нас общие, это жители республики. Самое главное – это развитие республики, это развитие своих хозяйств, это здоровье и образование своих близких и родных. Проблемы избирателей – наши приоритеты, и мы понимаем, что невозможно, если будет работа, как в известной басне про лебедя, рак и щуку. Поэтому мы здесь, я думаю, все понимаем, что нужно идти вместе. И все наши усилия будут просто бесполезными, если мы не будем идти под общей стратегией, которая была принята. Представитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов отметил, один из эффективных инструментов – работа с обращениями граждан. Наказы избирателей помогают всем политическим партиям формировать программы. В госсовете Чувашии нашей фракции был внесен закон на меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Установить налоговые льготы на вышеуказанным лицам в отношении одного транспортного средства можно еще до 150 лошадиных сил. Активно принимает участие в решении проблем очистных сооружений Цивильска, Шахазан, Ядрина. Много жалоб разбираем от жителей ближайших селений, пунктов к химпрому. Лидер ЛДПР в Чувашии Константин Степанов поддержал своих коллег относительно честной предвыборной борьбы. Он отметил, что необходимо исключить административный ресурс во время голосования и предоставить равный доступ к агитационным площадкам. Партия существует, и как бы тут мы ни обсуждали то, что мы все готовы приходить к общему знаменателю, к благам, у нас в любом случае есть определенная конкуренция. Честность и открытость перед избирателями, чистота перед законом, она приносит нам определенные результаты. И мы, конечно же, настаиваем на чистоте выбранного процесса, так, как это делает ЛДПР, когда мы не прибегаем ни к каким темным методам. Представители КПРФ рассказали о развитии молодежного проекта, участники которого активно работали в период пандемии и помогали нуждающимся. Алексей Шурчанов высказал поддержку возможной передачи в концессию Т-плюс теплосети Чебоксар. Понятно, что в преддверии выборов многие кандидаты в депутаты и политические силы будут, что называется, пиариться на этой теме, но наша позиция такова, и позиция фракции в городском собрании, которую я имею честь возглавлять, подходить к этой проблеме не с точки зрения популизма, а с точки зрения все-таки взвешенности позиций, понимая и исходя из того, что сети нам менять, безусловно, нужно. Глава Чувашия отметил, что предстоит горячая пора для всех, и соблюдение определенных правил поможет провести выборы честно. Главными, основными игроками во время выборной кампании будут ваши политические площадки. Призывать, прежде всего, настроиться на такую содержательную конкуренцию, и именно я акцентирую внимание на слове «конкуренции». И эту конкуренцию предлагаю выстроить, прежде всего, на подходах и видениях достижения поставленных целей. Мы с вами согласимся, наверное, мы все с вами практически одни и те же цели видим, это повышение уровня качества жизни населения, все мы с этим соглашаемся. С тем, чтобы появились новые рабочие места, высокотехнологичные, с высокой заработной платой, мы с вами все соглашаемся. В Чувашии сейчас начал работу штаб общественного наблюдения, и его площадка призвана создать условия для справедливого и прозрачного проведения выборов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Как оздоровить наркоситуацию в регионе, обсудили сегодня на правительственном уровне. В заседании антинаркотической комиссии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководители муниципалитетов. Нет спроса, нет предложения. Золотое правило, эффективность которого подтверждает сама жизнь. Как избавить молодежь от зависимости, убедить ее, что наркопотребление – это путь в никуда? Пропаганда здорового образа жизни должна стать главной задачей правительства. В программе четыре направления. Это совершенствованные системы мер по сокращению предложений наркотических веществ, совершенствованные системы мер по сокращению спроса на наркотические средства, совершенствованные организационно-правовому и ресурсному обеспечению антинаркотической деятельности, а также совершенствованные системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических веществ. На эти цели направлены немалые средства. В 2020 году сумма составила почти 2 миллиона 500 тысяч рублей. К примеру, на эти средства в школах республики провели тестирование. Лица, склонные к употреблению наркотических средств, должны понимать степень ответственности. В любом процессе проводить очень системную, многонаправленную работу, которая должна привести, с одной стороны, к профилактике наркологического направления, с другой стороны, обеспечение неотвратимости наказания в отношении тех людей, которые нарушают соответствующее законодательство. Кроме того, считают специалисты, правовую грамотность поддерживают такие акции, как сообщи, где торгуют смертью, полиция и дети. МВД делает акцент на организованные формы преступности. Они, как правило, наносят наибольший урон. Ежегодно проводится комплекс мер, чтобы перекрыть каналы поставки наркотиков в наш регион. В результате принятия мер, число зарегистренных на территории Чувашской республики наркопреступлений, увеличилось на 23% до 1350. Почти на 70% больше раскрыт преступлений, совершенных участников преступных наркогруппировок. Подводя итоги работы, Олег Николаев призвал тесно взаимодействовать с службом и ведомством, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркотиков. Татьяна Трофимова, Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В рамках региональной недели садоводства министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел прием граждан по личным вопросам. О перспективах развития садоводства, выращивания ягодных культур, помощи государства в решении актуальных вопросов в нашем сюжете. По данным статистики, почти треть населения республики – садоводы. В их собственности участки дачи. Здесь они отдыхают от городской суеты, выращивают небольшой урожай. Товарищества создавались так давно, что вся необходимая инфраструктура уже исчерпала свои ресурсы. Проблемы типичны для многих регионов страны. Решать их лучше с помощью инициативных групп, считает министр. Это вопросы в основном, конечно, электрификации участков, вопросы строительства дорог, подъездных путей к садоводческим участкам, вопросы водоснабжения, водоотведения, загнившие скважины или водобашни и так далее. Вопросов разных очень много и вопросы тарифов также. Наша задача будет эти инициативные группы состыковать с министерствами промышленности, строительства, сельского хозяйства. Мы обязательно рабочую группу внутри создадим, пообсуждаем пару недель. И я уверен, мы выработаем более тесные механизмы взаимодействия с садоводами. Марина Егорова поинтересовалась, можно ли с помощью программы инициативного бюджетирования решить вопрос строительства подъездных дорог и электроснабжения дачных поселков. Министр пояснил, программа действует только в границах населенных пунктов. Зато проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения вполне могут участвовать в конкурсном отборе. Правда, в рамках другой программы – комплексного развития сельских территорий. Есть вполне реальный шанс попасть в нее в 2022 году. Александр Лошкин поинтересовался действующими формами господдержки ягодоводов. Целевая поддержка помогла бы всерьез заняться массовым выращиванием клубники, малины и других культур. Напомним, что по этому направлению школы фермеры с начала года уже готовят специалистов. Изначально, я думаю, все-таки на плодоводство нужно ориентироваться или выгодно ориентироваться мелким формам хозяйства, они это те же самые фермеры и частный сектор. Садоводы могут воспользоваться федеральными программами, такими как агростартап. А если есть желание расширить границы, то можно подумать и о создании кооперативов. Если садоводы научатся объединяться в кооперативы, то у них открываются абсолютно другие новые формы поддержки. Можно построить запросто переработку ягод, начиная с сахалозреждения, консервации и так далее. Но любую переработку можно по этой программе наладить. При закупке техники, например, тракторов, комбайнов, они могут получить возмещение затрат в размере 40% от стоимости техники. На развитие ягодоводства сегодня можно получить гранты. На эти цели направлено около 50 миллионов рублей. Государство возмещает 80% затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Туда входит покупка саженцев, закладка ягодников и сопутствующие траты. Причем сумма постоянно индексируется. На встрече затронули и тему реализации продукции, выращенной на участках. Неплохо бы увеличить число мини-рынков в черте столицы. Ведь в качественных, экологически чистых продуктах нуждаются все. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня глава Чуваши Олег Николаев встретился с председателем сертификационной комиссии федеральной программы «Деревья. Памятники живой природы» Сергеем Пальчиковым. На повестке дня бережное отношение к лесным массивам, парковым зонам, озеленения городов. Поводом для встречи стала приятная миссия. Председатель сертификационной комиссии вручил Олегу Николаеву диплом, свидетельство того, что наш знаменитый дуб из Маргаушского района занял второе место в конкурсе «Российское дерево года» и известен теперь на территории всей нашей страны. Известна она всю республику, известна теперь на территории нашей страны, и он является финалительным конкурсом «Российское дерево года», занял второе место. Сергей Пальчиков рассказал о проекте «Здоровый лес». Он реализуется в разных регионах страны. На территории республики ситуация меняется в лучшую сторону. Мы провели рабочую встречу с администрацией города, где мы как раз обменялись знаниями. Я в свою очередь предложил присоединиться к городу к проведению бесплатного образовательного проекта. Мы помогаем формировать на территории нашей страны городским администрациям условия для комфортного и безопасного отдыха граждан. Мы распространяем те технологии, которые давно используются в европейских странах. Найти и обезвредить. Круглосуточно по одному звонку эти ребята готовы выехать в любую точку республики. Саперы, кинологи, инженеры, взрывотехники всегда на страже безопасности. Исполнилось 27 лет со дня образования Инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии Почувашия. Об их нелегкой и опасной работе в репортаже Татьяны Трофимовой и Георгия Кривошейна. Сегодня наша съемочная группа работает в составе инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии. По легенде на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас мы с группой разминирования выезжаем на место. В команде саперы-кинолог с собакой. Вреди на этот раз бельгийская овчарка Рикса. Она уже три года помогает находить взрывчатые вещества. Человек и собака понимают друг друга по взгляду. Рикса слушает только своего хозяина и работает только с ним. Собака уже сама знает, что когда ее вывели с вольера, надели ошейник, значит идем работать. Собака очень активная, даже, можно сказать, чрезмерно. То есть работа для нее – это игра. Очень нравится ей. Это полноправный партнер. Их главное оружие – спокойствие и расчет. Действуют строго по инструкции. Сначала собака осматривает место, где по версии обнаружен подозрительный предмет. Ее задача – как можно быстрее найти взрывоопасное вещество. Потратив на обследование территории меньше минуты, Рикса ложится на землю. Когда собака своим поведением дает понять, что обнаружено взрывчатое вещество, в дело вступает сапер. Он одевает сначала настоящий взрывозащитный костюм, который весит очень много, практически 40 килограмм. Мне, как новичку, сегодня дали облегченный вариант. И уже в спецзащите сапер в первую очередь устанавливает на месте блокиратор радиопомех. Оборудование не пропускает никакие сигналы и поэтому исключает дистанционный запуск взрывного механизма. Затем обследует найденное вещество. При возможности обезвреживает на месте. При необходимости устройство вывозят на специальный полигон. Подразделение решает вопросы, незамедлительно реагируя на все сообщения о подразделительных предметах, по обнаружению инженерных боеприпасов, самодельных взрывных устройств, а также на предметах обследования наличия взрывопастных предметов в местах массового пребывания граждан, публичных мероприятий. Успех любой операции – это командная работа. Ее результаты не всегда видны людям. Но это не уменьшает значимости работы специалистов инженерно-технического отделения. Ведь предупредить чрезвычайное происшествие – это значит спасти жизни. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. Сюрприз в глянцевом пакетике. В сфере производства семян тоже есть мошенники. Они фасуют по упаковкам так называемые пустышки, которые никогда не дадут обещанный урожай. О том, на что обращать внимание при покупке, смотрите далее. Семена должны продаваться в специализированных магазинах. Если на рынках, то в специальных садовых варьках. На рынке я боюсь брать, действительно. Там могут быть семена, уже давнешние могут быть. Поэтому я всегда беру в таких вот магазинах. Упаковки с семенами, как правило, очень яркие и красочные. С фотографиями, вселяющими надежды на богатый урожай. Но имейте в виду – хорошее фото не более, чем маркетинговый ход. Взяв в руки упаковку, внимательно изучите обратную сторону пакетика. Первое, на что стоит обратить внимание – это срок годности. Пакеты бывают двойные, одинарные. И поэтому каждый пакет, если одинарный, они на 8 месяцев. Ну, с 6 до 8 месяцев. А если они двойные, то они до 12 месяцев. Поэтому тут указано годин. Это годин, только пакет, а не семена. Название культуры должно быть написано в соответствии с реестром селекционных достижений. В этот документ внесены все сорта, которые прошли государственный контроль и допущены к использованию. На каждой пачке должно указываться и соответствие ГОСТу. Плодовые культуры. У них должен быть на каждую культуру сертификат соответствия, где подтверждаются сортовые и посадочные качества. Сертификат на семена является основным документом, подтверждающим качество товара. Там указаны название культуры, сорт, номер партии и другая важная информация. Поэтому не стесняйтесь спрашивать его у продавца. Номер партии тут посмотрите. Вот этот номер партии совпадает с этим. И почему надо спрашивать свидетельство? Потому что здесь указана схожесть. И в этом документе также указано, вот видите, номер и срок действия документа о качестве семян. Вся информация с упаковки семян должна соответствовать сертификату. Несоответствие данных или отказ продавца в предоставлении такого документа является нарушением. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Александр Атяков, Республика. В хоккей играют настоящие мужчины. Это про команду врачей, которые уже несколько лет подряд проводят часть свободного времени на льду. Научиться играть в хоккей на любительском уровне об этом мечтают профессионалы от медицины. Травматологи, онкологи, химиотерапевты, хирурги, фельдшеры и водители скорой помощи. Нынешней сборной докторов уже три года. Изначально на льду тренировалась команда республиканского клинического онкологического диспансера. Но позже потянулись врачи и из других больниц. В начале сезона в ней было 11 игроков. Сейчас их больше 20. В возрасте от 30 до 60 лет. И вакансии пока открыты, шутят мужчины. Павел Борисович Каверин тренирует команду уже два года. За это время врачи стали для него не только друзьями, но и консультантами. Так случилось. Коллектив здоровый вообще, мне нравится с ними. И вообще помогают по жизни. Спасли меня, у меня тут инфаркт прям на льду получился. У нас как бы была товарищеская игра, но я решил одеться, поиграть за свою команду, за врачей. Но оделся, даже успел гол забить. И что-то стало нехорошо. И меня увезли. Два стенчика поставили. И вот сейчас реабилитация. Я так вот вдоль бортика пока катаюсь. Он обучает их, а они заботятся о своем тренере. Дают ему рекомендации по восстановлению здоровья. Сергей Анюров – капитан команды. Он называет ее сборной Минздрава. Сергей с детства играл в футбол, занимался вольной борьбой. А теперь вот увлекся хоккеем. Пришел не за спортивными достижениями. Для него и его коллег это возможно снять нервное напряжение. Профессия врача, она настолько требует концентрации внимания, что надо где-то раскрепоститься. Надо где-то получить вот такой заряд свежести, заряд сил для нового труда. Просто все забываешь, видишь, что происходит с собой игроков, играешь и отдыхаешь чисто эмоционально. Периодические дежурства, повышение квалификации, обучающие семинары и мастер-классы, конечно же, не всегда позволяют регулярно выходить на лед. Но доктора ищут любую возможность, чтобы вернуться на тренировки и забить пару-тройку шайб. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, Республика. Киностудия «Чувашфильм» проводит съемки кинопроекта под названием «Идти на окопы». В основе сценария строительства оборонительных сооружений в годы войны. Премьера документального фильма запланирована на 28 октября. Именно в этот день, 80 лет назад, жители республики приступили к земляным работам на Сурском и Казанском рубежах. Главная задача съемочной группы – восстановить картину тех дней, когда женщины и дети в сильный мороз скопали укрепления, строили блиндажи и доты. В первый год войны, когда враг подбирался к Москве, линия обороны играла стратегическое значение. История, которую мы хотим рассказать, она, в принципе, для многих посчитается, наверное, где-то и новой, и не новой. Но это история нашей республики, нашей страны, и мы хотим показать в своей картине воспоминания очевидцев, участников тех событий в сложную периоду времени для нашей страны. И, в принципе, фильм документально-постановочный, есть сцена реконструкции. В фильме появится и Берия, и генерал Жуков, еще тогда не был маршалом. Труд женщин, труд детей мы хотим тоже как раз и показать в своей картине, насколько было трудно, насколько выживали люди, многие не дожили. Сниматься в кинопроекте приехали жители шести районов республики, на территории которых строились сооружения. Люди сами выходят с собственным энтузиазмом и желанием своего рода оставить какую-то историю, потому что, к сожалению, у нас нет фактического материала и нет видеоочерков, нет фотографий, где бы осталась вот та кропотливая работа, которая была проделана. И сегодня мы с высоты уже современности пытаемся воссоздать эту историю. Зрители увидят фильм «Осенью» – 80-летнюю годовщину трудового подвига. Напомним, в республике проходит конкурс короткометражных видеоматериалов, посвященных важной дате. Подробнее об этом можно узнать на сайте Министерства культуры и из интернет-источников. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Павел Иридков, Республика. Это были главные новости вторника 30 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин